Итак, всем привет ребята! Очень интересная тема у нас в телеграм-канале по параллельс. Явно что-то изменилось с момента записи нашего последнего видео. Давайте откроем виртуальную машину, нажмем создать. Когда мы нажимаем на получить Windows 11 от Microsoft, продолжить, выбираем редакцию, жмем установить Windows. Не удается связаться со службой параллельс и машина закрывается. То же самое происходит, если я возьму, открою параллельс, нажму создать и нажму установить Windows или другой ОС с DVD или из образа. Нажимаем. Вот у нас есть Windows 11 для ARM 21H2. Нажимаем продолжить. Готово. Нажимаем. Допустим. Тоже не удается связаться со службой параллельс. Значит, что мы делаем в этом случае? У меня есть такая штука. Значит, покажу сначала, где лежат виртуальные машины. Виртуальные машины лежат здесь. Вот папка Parallels. И здесь лежат все виртуальные машины, когда-либо созданные. Они не удаляются. Мы сейчас удалим вот это вот, мое созданное, когда я вам показывал. Вот в этой папке хранятся виртуальные машины. Они не удаляются. Поэтому, если вы хотите установить вторую систему на виртуальную машину, чтобы было две или более, нажимаем PD-Remove. Я оставлю этот файл тоже. Добавлю в архив. Будет в Телеграм-канале в ветке Parallels. Вводим пароль. Таким образом, параллельки больше нет. Берем и устанавливаем. Включаем VPN. Соответственно, вам надо сделать то, что я показывал в предыдущем видео. То есть, настройки безопасности, рекавери, интеллиты безопасной загрузки. На Intel это отключение функций безопасности. А на Apple Silicon это средний уровень безопасности. Значит, мы берем, включаемся к VPN. Я рекомендую Urban VPN. Это не реклама. Я им пользуюсь. Он полностью бесплатен. Находится в App Store. К слову говоря, новый выпуск, бесплатная программа из App Store будет на канале. Уже готовится. Подключились к VPN. У нас есть. Так, теперь мы открываем с вами Install Parallels. Принимаем. Ну и придется немножко подождать. Скорость зависит от того сервера, к которому вы подключились по VPN. На данный момент в Германии очень быстрый сервер. Поэтому лучше в Германии. Немножечко подождем. Стали мне писать подписчики, что вот выскакивает такая ажи. Сними ролик, покажи. Я, конечно, написал решение, что можно сделать, но на канале этого нет. Поэтому я снимаю данное видео. Вот мы скачиваем сейчас параллельку. Вводим пароль от нашей системы. И пока мы вот в таком состоянии. Открываем. Нажимаем создать. Выбираем выпуск. И загружаем в систему. VPN при этом выключен. Также, если мы возьмем создать и возьмем образ. В данном случае мы с вами поставим из образа. Давайте немножко поднастроим. Общий доступ. Вот люди спрашивали. Мы заходим в параметры конфигурации. И снимаем эти галочки, чтобы закрыть общий доступ между Windows и системой на Mac. Чтобы они не пересекались между собой. По поводу основных проблем мы тоже с вами поговорим в новом ролике. Есть у меня что сказать на эту тему. Нажимаем продолжить. И устанавливаем. Почему мы ставим 21H2? Потому что мы будем проверять. Можно ли обновлять систему. Потому что впоследствии будет параллель активирована. Будет ли работать, скажем так, обновление Windows при активированной параллели. Давайте подождем пока установится. То есть подведем с вами небольшой итог. Теперь у нас все изменилось. Мы сначала включаем защиту в этом утилите безопасной загрузки. Потом даем доступ к диску нашему терминалу. В самом скрипте что мы делаем? Заходим в свойства файла. И смотрим, чтобы терминал был по умолчанию. Нет. Если. Выбираем терминал по умолчанию. Затем включаемся к VPN. Скачиваем параллельку. Устанавливаем. Потом устанавливаем Windows. И только потом запускаем скрипт. Если надо не одна виртуальная машина. Устанавливаем еще. Linux там, что вы хотите. Второй Windows. Потом только активируем. Виртуальные машины находятся в домашней папке. Никуда не удаляются. Даже при удалении виртуальной машины с компьютера. С самой программы. С самого гипервизора. Подготовка, подготовка. Сейчас будет самое интересное у нас. Немножко подождем. А вот теперь мы закрываем с вами все. И запускаем наш скрипт. Зажимаем Ctrl. Открыть. Нам по-прежнему недоступно. Я не знаю, с чем это связано. Мы не можем связаться со службой Parallels. Поэтому мы этого больше не делаем. Мы запускаем виртуальную машину после применения скрипта. Виртуальная машина у нас в бизнес-версии. И мы запускаем нашу Windows 11. Ну вот, Windows 11. Пойдем с вами в обновлении безопасность. Скачаем. 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 Ушли на перезагрузку. Вот так вот можно из образа или получить Windows 11. Microsoft установить Windows 11. Ошибки не будет, если параллелька в обычном режиме. Подведем небольшой итог. Сначала мы отключаем политику безопасности. Либо ставим на среднюю в зависимости от того, какой Mac, Intel или Apple Silicon. Затем даем доступ к терминалу к жесткому диску. Переходим в папку с скриптом. Свойства файла install.sh. Выбираем терминал по умолчанию. Далее устанавливаем виртуальную машину. Устанавливаем систему. Не важно как из образа или с помощью виртуальной машины самой. А потом только используем скрипт. Если видео понравилось, ставим лайк. Подписываемся на канал. Пишем комментарий. Вступаем в наш телеграм канал. Ссылочка в шапке нашего ютуба. Всем спасибо. Всем пока. До встречи в новых роликах.